Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Я вырос в туалете системе очко. Я ничего никогда не сказал. Ваш герой. Чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Блядь, я заплакал. Ну вот какая разница? Ну вот какая разница? It's okay. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Не приглашайте меня ни премьер-министром, ни главой Центробанка. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Это было не просто смело. Это было пиздец как смело. Круто. Да это ж круто. Какие у нас классные ребята работают. Виноваты ли мы? Да конечно мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия. Помазалась этим говном. Типа выродок-то откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Тамня, хватит эту болтовню слушать. Говно этот Советский Союз. Америка. Это крутая страна. На него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Как это-то происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Хочется умереть достойно. И чтобы тебя семья вспоминала. И дети тобой гордились. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Они, безусловно, ошиблись. Это была, скорее всего, бюрократическая просто спешка. Они меня всунули, не разобравшись, кто я ездил. Почитать тысячу километров пешком идти, чем 38 на машине доехать. Ну я ссыкло или я не ссыкло?